В Вологде подвели итоги голосования по проекту «Народный бюджет ТОС». Своё мнение выразили почти 38 тысяч жителей областной столицы. Какие инициативы будут реализованы и когда начнутся работы, смотрите в нашем сюжете. Жители, проживающие на территории ТОСа-Гагаринский, два года подряд в рамках проекта «Народный бюджет» приводят в порядок тротуары. В 2020 и 2021 годах были отремонтированы пешеходные дорожки рядом со школой искусств на улице Саладунова, 58. У нас был ремонт тротуара, то есть был тротуар очень такой, было невозможно ходить, много было обращений, освещение также были в остальные столбы, то есть освещение и тротуар. В этом году жители ТОСа-Гагаринский предложили четыре проекта для голосования в рамках «Народного бюджета ТОС». Большинство поддержало инициативу по ремонту дорожного полотна на улице Саладунова рядом с городской баней номер 5. Горожане очень любят прийти отдохнуть в парной, но вот добраться до нее проблематично. На дороге ямы от тротуара нет совсем. В общей сложности набралось голосов и победила вот эта инициатива. Проект на самом деле он значимый, он востребован, то есть жители его любят, наши горожане, поэтому видят в действии, то есть действительно инициатива, она выигрывает, она потом реализовывается, то есть они видят результат. Проект по ремонту тротуара победил среди жителей ТОСа-Витязь. В Вологжане в ходе голосования выбрали инициативу по благоустройству пешеходной дорожки от дома номер 2 до дома номер 6 по улице Гончарной. По этой территории ходит большое количество людей. Рядом работают детские сады, а по старому асфальту с колясками проехать тяжело. К тому же по Гончарной жители будут добираться и до детского сада на улице Народной, который станет самым большим в Вологде. Он откроет двери для детей в следующем году. Интересно, вот именно по данному проекту, то, что активно жители сплотились и через посредством газеты приняли голосование. И даже, что удивительно, не в электронном формате, когда это сделать удобнее, а именно подключились так, заполнили анкеты и направили свои голоса. Инициативу на проекты «Народный бюджет ТОС» выдвинули 33 ТОСа города. ТОС «Льнокомбинат», который мог претендовать на полтора миллиона рублей, решил в этом году не участвовать в конкурсе. Каждая территория представила от двух до пяти проектов, голосовать за которые можно было с 20 октября по 20 ноября. Выразить свое мнение можно было на сайте администрации города через регистрацию на госуслугах или на бумажных бланках из газеты «Волок.ДРФ». Всего проголосовали почти 38 тысяч человек. Больше всего в Волокжане хотят благоустроить в своих микрорайонах спортивные площадки. Такие проекты победили у 12 ТОСов. Площадка на улице Копанка уже четвертый год подряд выигрывает в голосовании по народному бюджету у ТОСа Притеченский. Победила она и в этом году. Жители хотят добавить сюда спортивных тренажеров и провести озеленение. Благоустроить тротуары решили шесть ТОСов. Еще шесть выбрали проекты по благоустройству общественных пространств. Также победили инициативы по благоустройству проездов, дорог, строительству детских площадок, ремонту учреждения доп. образования. Инициативы определены, поэтому я поставил задачу каждому заместителю, кто курирует тот или иной ТОС, встретиться в ближайшее время с ТОСами и наметить план работы. Задача очень простая. К концу февраля мы должны закончить все проектные работы для того, чтобы весной провести конкурсную процедуру по выбору подрядчика. Сумма, которая выделена на 2022 год, она очень большая – это 45 миллионов рублей. В эту сумму включены средства и на проектирование, и дополнительный 1 миллион рублей ТОСу Баранкова, который выиграл конкурс на лучшую деятельность ТОС. Проект «Народный бюджет ТОС» реализуется в областной столице с 2019 года под эгидой губернатора Олега Кувшинникова. За три года жители смогли осуществить около ста своих инициатив, направленных на благоустройство и строительство детских и спортивных площадок, ремонт тротуаров и другие цели.